Мы привели партию, где выиграл Харпов, но не все давно играли. Я проиграл. Вот мы приводим партию, в которой лучшей партией стало его поражение как раз. Достаточно эффектное. Он уже был чемпионом мира в 76-й год. Он даже... Ну да, он стал чемпионом мира в 75-м году. Вот матч Фишер-Харпов должен был состоять в 75-м году. Фишер не явился на матче, ему было защитное поражение, Карпов стал чемпионом мира. А вот это партия в 76-м году. Значит, Карпов уже был в 2-м чемпиона мира, а белыми играл Грессмейстер Гейлер. Тоже достаточно известный Грессмейстер. Он был неоднократным претендентом на первенстве мира. И на 5-4 раз играл турнир претендентов. И был очень сильным Грессмейстером и очень крупнотеоретиком. Потом, кстати, часто помогал Харпову в матчах. Вот эта партия довольно эффектная, где выиграл Гейлер как раз. Он играл белыми, это было в Москве в 76-й год. Е4, Е6. Е6. Этого дебюта у нас сегодня еще не было. Какой дебют? Кто помнит? Сицилианская у нас была Ц5. Вообще, вот дебюты делятся на открытые. Это Е4 и Е5. Вот это уже открытый дебют определяется. Если черные не играют на Е5, то это называется полуоткрытый дебют. То есть С5, С6, Д6, Е6, Ж6. Каковы это возможности? Но это все полуоткрытые дебюты. То есть белые играют на Е4, а черные не играют на Е5. Играют только полуоткрытые. А все остальные дебюты в 19 веке, когда 18-19, когда первый только создавался, считали, что вообще надо играть на Е4, а все остальные дебюты, встречаясь с королевами, они все остальные относились к закрытым. Кстати, до сих пор дебютные справочники эта система продолжает поддержать. То есть открытые, полуоткрытые, закрытые. Но в дальнейшем закрытые дебюты наоборот стали доминировать. То есть уже Е4 играется, во всяком случае, не чаще, чем другие ходы. Чем в Д4, вот у нас были партии С, когда нам надо были партии Конев-3. И поэтому уже закрытые дебюты, как бы не стоит их, надо их только раздробить. Я придумал, ну, не то, что я придумал, но на поверхности, что давайте закрытые дебюты я называю полузакрытыми. А именно, если белые играют в Д4, вот, а черные на ЧС и Д5, это самые популярные закрытые дебюты в те века, там, и в 19-м, и в 17-м, и в 20-м. Это я называю закрытыми. А если черные играют как-нибудь Конев-6, или, ну, любые другие, но не играют в Д7-д5 главное, вот, то это я называю полузакрытые. И тогда повесено, что закрытых полузакрытых, на самом деле, не меньше, чем открытых полузакрытых, а на самом деле даже больше. Вот тактически я там делю на 4 группа. Вот, значит, мы возвращаемся к партии, на Е4 черные сыграли Е6. Значит, самый популярный дебют, мы говорили, был англ-дэн-Ц5, то есть, стенанская защита, а, ну, пожалуйста, на втором месте стоит французская защита, Е6. Так, если C6, это защита Финксова, если C6, защита Каракана, ну, мы можем даже на C6 Е6, так, между собой 9, второе, третье место, эти дебюты, защита Каракана французская. Вот эта французская афидамина последовала в D4, D5, конь C3, конь C3. Ну, здесь черный напаренный, бежим к Е4, есть ходы конь C3, ой, есть ход конь C3, и есть ход конь D2. Ну, вот, более распространенный конь же конь C3. Ну, хотя Караков, он часто играл конь D2. Ну, конь C3 позволяет черно связать слона, сладко связать коня, это как-то не все любят играть, но, тем не менее, здесь геймер, играющий белым, сыграл конь C3, последовало столбу E4, столбу E4, E5, теперь пешка E4 под боем, надо его замещать, его двигательно, наиболее распространенное продолжение E5. Теперь, Ферн D7 сыграл Караков, немножко, ход немножко вычурный, но, тем не менее, так играет, задача сыграть B6, там, развеясь стана на Ферна Флагена, ну, сыграл и сыграл, такой ход есть. Конь F3, конь F3, B6, вот черные хотят развить B6, нет-нет, ребята, это вторая пробежка, B6, черные хотят развить сильную слону, и слон, обычно, не только в испанской партии, но и в французской защите, неприятности, у черных бывают, поэтому, последовало, значит, B6, он сыграл слон D2, но защищает колени в очереди, при случае допускать размены, двоения, слон D2, и черные продолжают слон A6, теперь, последовало разгоним на A6, слон побил на A6, бедов слон побил на A6, и, не-не-не-не, бедовольный, побил на A6, и черные побили конем на A6, и беды сыграли на A6, Вот такой, это ферзи 7, а именно A6, довольно бассейнный план, избрал Капов, и Гелик получил, конечно, незаметный перевес, просто пространство, но, собственно, партия, возможно, стала бы незамеченная, такая, она довольно скучна, может быть, если бы не комбинация, которая произошла в конце, мы сейчас до нее дойдем, значит, последовало кульку 8, то есть, черные добили свои цели, они, видишь, у французской защиты слон C8, он довольно пассивный, потому что он выбирает свою собственную бежку, и разбирается он на F1, на слона Белопольного, это достижение для Белого, к чему собственно стремили, но это достижение возникает ввиду по чайнинерских темпов, поэтому Белый просто слону Туретминяк, это у них инициатива, больше пространства, и конь, если удача, поэтому конь теперь возвращается кульку 8, так как последовало кульку 8, конь Б8, не-не-не, конь по черному сейчас, конь сел, да, распределся на 6, а теперь он отступил, потому что на 6 ему там делать нечего, он вернулся обратно, Белый сыграл конь Е2, конь Е2, и черный, тоже слону Е7 пожалели, и вернули слону Е7, слону Е7, слону Е7, такая маневренная игра, ну, черный пассивный устоят, эти продлинные пешки в центре, они, конечно, обеспечивают Белым больше пространства, но игра продолжается, ничего пока ничего неизвестно, поэтому здесь последовало, можно было сразу с Э4 пойти, здесь такой перевес с Сатрем Белым, но Белый не хотят подавать пешку, хотя и временно, а играет Оле С1, чтобы подготовить с Э4, здесь Карпов сыграл Б5, но ход А5, несколько вычерный, как это, только что черный сыграли Б6, переграли Б5, но его идея не допустить С24, потому что разгромит с линии С, Белый, конечно, перевес, явный, черных не тасовок, контур игры, дохода Б5 как бы не допускают С4, но Белый перегрампировывают фигуры, конь А4, конь А4, последовало А5, А5, Б3, Б3, слона А3, ну, тут дырочка образовалась, черный, слона всегда допускают, но это не опасно, потому что Белый, С8, конечно, ладья Б1, рано или поздно они все равно приведут С4, ладья Б1, А5, черный как-то пытается на первом фламе заморозить игру, но тем не менее следует С4, С4, собственно, это случалось идея, С6, черный держит, ферзный фланг С6, С7, С6, Белый играет С5, то есть, в принципе, вся парния такая забитая, все пешки ведь друг друга забили, но все равно черный свет очень пассивный, потому что Белый дальше продвинутся. Теперь последоват столбой 4. Белый и черный хотят разбереть этого слона. Ну, нет, слон сейчас подчерный, они выбирают столбой 4. слон не убедил, непонятно, с какой его перспективы, поэтому белый просто наступает, слон С1, не дает белому разуменять. черный, слон еще увеземый, грозит А3, его можно потерять, поэтому черный просто играет А4, чтобы отступить к этому слону, как звучит. А4 играет. И вот здесь делает конь, делает такой конь, манемы приятные для белого, конь Д3 нападает на слона, еще большинее укрепляется центр, черный наступит на А5, белый собирает БА, и БА, и забрали пешку, ничего уже не сделать, забрали пешку, потому что ну, такая позиция, в конце концов, черный потеряет пешку, но еще пока ничего, еще игра продолжается. Они играют Ферд-7, держат Ферд-2 фланг, слон Ж5, слон Ж5, слон С7, слон С1, убью. Теперь после размина Ладий А7 какой-нибудь защищен, и как-то Ферд-2 фланг прикрыт, пешка А2 под ударом, поэтому черный держится. но здесь первый эффект последовал, который насыщен генером, очень красивый удар, какой вы думаете? он сидел на тюрьке, Куда? Ладья В-8. Правильно. Вот он ударил на тюрьке, такой эффектный удар, Ладья В-8. Ну что делать? Эта пешка теряется в этом задаче, но последовало Ферд-2 фланг, В-8 и Ферд-2 фланг, в-6 шаг. Вот здесь все-таки пешка пожертвовая качество, ужасно неприятно сидеть у черного короля В-8 и подключился этот конь, он уже два коня, слон, все все на королях. Черные защитили слона, спасли ему муляжи, и ладья, что там не висило на подбойке, сейчас ладья, 7, и белые еще одного коня туда устремили, коня же 4. Ну, что делать? Черные сыграли в-8. В-8. Кажется, что они разменивают Фердей, посмотрите, значит, у них, во-первых, лишнее качество, две ладьи против одной, но фигуры не хватает, называются качества, качества не хватает. Пешка белая за качество, две ладьи, но это слабая пешка, а если белая заменяет Фердей, то ну, будет достаточно формная позиция. белые могут удержать ее, скажем так, черные могут удержать ее, качества нет, но разведка коробка перейдет, это сей, подавление, коня, ладью, шляпы рекомендуют, это, конечно, производство, и заберут, но здесь, как, Вильгенера существует еще один удар, собственно, ради чего вся эта партия попала в число лучших. Как вы, давайте, какой бы, он сделал? Конь J6. А? Конь J6. Ну, не знаю, там, может быть, Конь J6 тоже будет, но все-таки он там жертвуется. Конь J6. Как? Конь J6. Конь J6. Ферзь G6 можно пойти. Не, Конь J6 просто Ферзь G6. Фигура, да? В общем, Гензер сделал красивый ход, который, собственно, запоминается навсегда, и поэтому два дня попал в число лучших, последовало Ферзь G6. Ну, ход легко считается, что он не опасен дамел, но просто приятно всегда, когда шокоматиста дают ферзиад, и сюда приводят свои впечатления. То есть, просто взял по ГФ в земной 6. Очень красиво. Можно посказать на ЛФЕ, ЛФЕ, и здесь конь J6 шар. И что выясняется, что если король всех, я беру ладину на Аш 8, если так, я беру сюда с шахом, и потом на король в 8, или нет, андар, что делать, едем заходу на король в 8, и теперь этот конь решится, и все, приходится, ферзиад давать. А когда я ферзиад давал, то уже будет просто, фигурка равна будет, у меня просто будет три нижней пыши. Так что вроде бы все просит, но поэтому значит, аферный берге 6, и фе, конь берге 6, аферный выдержит отдачу нельзя, все равно не бойся его отдавать, это конь берге 6, король и 8, конь берге 8. Здесь в принципе можно поставить точку. Здесь еще квартар продолжал, там входов 15, на второй раз это решилось успешно, то есть разноточили 7 и 4, три нижней пешки в первых, ну достаточно для победы, тем более, когда вязвые берге разбиты. Но вот вход перед берге 6, конечно, напоминается, эта партия была в 76-м году, то есть в следующем году было ровно 40 лет, но 40 лет, я думаю, те, кто села три автоборта все года, они и сейчас помнят этот борт, потому что Филипф 2, 3, 6, он здесь никакой считается, но тем не менее всегда, когда Филипф так всегда был